Всем привет, вы смотрите Огненное ТВ. Чуть более года назад я проводил эксперименты с расплавленной калиевой селитрой и с разными пищевыми и не пищевыми продуктами. Получилось не слишком впечатляюще и я обещал, что повторю этот эксперимент, но уже с более мощным окислителем, с перхлоратом калия. Даже если вы поверхностно знакомы с химией, то все равно должны были слышать словосочетание бертолетовая соль. Так вот, бертолетовая соль это сильный окислитель, который может заставить гореть практически все что угодно. При температуре в 400 градусов он разлагается с выделением того самого перхлората калия, о котором сегодня пойдет речь. Получившийся перхлорат разлагается с выделением кислорода и в этом самом кислороде горит уже все что ни попадя. Для нагрева перхлората до расплавленного состояния я буду использовать самодельный штатив и китайскую горелку. А вот этот пирометр расскажет нам до какой температуры было нагрето содержимое пробирки. Эксперименты будут высокоэнергетическими, поэтому я буду защищать свои руки перчатками, а лицо маской. Перхлорат в пробирке расплавился и начал кипеть, это выделяются пузырьки кислорода. Пирометр показал, что пробирка разогрелась до 500 градусов. Первым в пробирку занырнет желатиновый мишка. Кстати, для производства желатиновых мишек используется только отборная свиная шквара, о чем гордо заявляется на сайте производителя. Как видим желатиновый мишка сгорает очень даже интенсивно и даже плавит стекло пробирки вокруг себя. В расплавленной селитре он вел себя гораздо скромнее. Получился достаточно неплохой результат, думаю желатиновых мишек вполне реально использовать в качестве ракетного топлива. Для чистоты эксперимента я попытаюсь закинуть второго мишку в расплавленную калиевую селитру, чтобы посмотреть насколько разным будет результат. Калиевая селитра при нагревании тоже выделяет кислород и вроде бы большой разницы быть не должно. Плавится селитра при гораздо более низкой температуре, но у нас есть пирометр и мы можем контролировать процесс. 475 градусов, значит через пару секунд температура достигнет 500 градусов, то есть оба окислителя будут примерно в равных условиях. Сразу видно, что горение происходит не так интенсивно как в предыдущий раз. В воздух выбрасываются клубы темного дыма и пробирка выплевывает куски черной гари. Мы наглядно убедились в том, что перхлорат действительно более активен. Кстати при нагревании до одинаковой температуры калиевая селитра выделяет гораздо меньше пузырьков газа. Вот и пригодился мой пирометр, незаменимая вещь в арсенале естествоиспытателя. Вся эта эпопея с погружением всего подряд в расплав окислителя началась с присланного мне видео в котором показано как горит семечко в расплаве селитры. Ну значит давайте проверим как горят семена подсолнуха в потоках кислорода. Очень даже неплохо горят, но не так мощно как желатиновые мишки. После трех семечек даже пробирка не расплавилась. Жареный арахис. Пришло время прожарить его как следует. Неплохо, неплохо. Пламя поднималось даже над пробиркой. Ракета на арахисе должна хорошо полететь. А вот так сгорает малюсенький кусочек арахиса. Неплохо осветилась поверхность стола. И кстати запах не такой противный как в прошлом видео с селитрой. Теперь жевательные резинки. Целой жвачки будет многовато поэтому возьму только кусочек. Кстати примерно такие же синтетические полимеры используются в настоящем твердом ракетном топливе. Ох не зря полимеры добавляют ракетное топливо. Посмотрите даже стекло начинает кипеть. Рис богат углеводами и может вполне обоснованно использоваться в качестве одного из составляющих ракетного топлива. Тоже неплохо, но бывало и лучше. Повторим с жвачкой. Гораздо мощнее и снова стекло начинает пузыриться. Такой эффект дает только жвачка, ни один из других образцов не дал ничего подобного. Пшеничная мука. Очень активная. Даже я бы сказал чересчур активная. А теперь сосиски аппетитные. Ну или не очень аппетитные. Сложно сказать из чего они на самом деле делаются, поэтому я не буду рисковать и возьму только небольшой кусочек. Горит долго и не слишком активно. Скорее всего потому, что в составе этих сосисок воды больше, чем всего остального. Я решил повторить эксперимент с сосиской и решил разогреть ее посильнее, но произошло непредвиденно. Сосиска проделала себе еще один выход. Она закупорила собой пробирку и клубы выделяющегося пара вырвались наружу. А теперь сахарные леденцы. Куда уж без карамели, когда речь идет о ракетном топливе. Конечно, сахар горит наиболее равномерно по сравнению с другими образцами. Посмотрите, что стало с пробиркой после двух кусочков карамели. Из проведенных экспериментов можно сделать вывод, что теоретически в качестве ракетного топлива можно использовать все что угодно. Быть может у меня руки дойдут до изготовления гибридного ракетного двигателя и тогда мы сможем увидеть силу жвачек и желатиновых мишек в действии. Подпишись, чтобы это не пропустить. Ну а пока у меня на этом все. Вы смотрели Огненное ТВ. До новых встреч, пока! Субтитры сделал DimaTorzok